Привет! Как дела? Сегодня я расскажу о том, как я снимала студию в Кенсингтоне, в которой я прожила чуть более года. Какие были условия проживания и что мне это стоило? Сегодня об этом рассказ. Напомню, что в апреле 2018 года я поступила в университет и обучалась на курсе MBA в University of West London, то есть в университете Западного Лондона. А приехала я к моей подруге Монике, которая жила в Хакни. И целый месяц я ездила от неё из Хакни в Западный Лондон, тратила на дорогу около двух часов ежедневно туда и двух часов обратно. И в принципе Моника была не против, если бы я оставалась жить у неё, и мне бы это даже было более выгодно, потому что я там ей практически ничего не платила. Ну, иногда покупала какую-то бытовую химию или что-то готовила, ну так, по мелочам. Но мне было некомфортно жить в чужом доме за бесплатно, а деньги она не брала. Ну и так как путешествовать приходилось очень много, и мне хотелось ещё что-то и подзаработать, а работа с собаками мне по-прежнему предлагалась в Хаммерсмите, то есть я могла хотя бы эту подработку иметь. Няней работать я больше не планировала, так как учёба в университете на магистрском курсе была очень напряжённая, очень такая tense, мне сказали, будет сложно, и тем более я никогда не обучалась бизнесу, и мне приходилось очень тяжело. Но об этом я уже рассказывала. Если кого интересует курс MBA, можете начать просмотр об этом образовании вот в этом ролике. И я решила искать жильё в районе Хаммерсмит, Кенсингтон, Эрскорт, ну в общем там, где я всегда в принципе и жила в Лондоне до этого. Так как после того, как мы продали дом в Лондоне, у меня был запас денег, и в принципе на эти деньги я и поехала обучаться в университете, я могла себе позволить снять студию. Почему студию? Потому что я хотела жить отдельно ото всех, не делить санузел ни с кем, не делить кухню ни с кем, чтобы меня никто не отвлекал, и когда я прихожу домой, меня никто не раздражал, ничего не спрашивал, в общем не лез в мою жизнь. Ну и помимо того, если ты снимаешь комнату, то к тебе в гости никто не мог приехать. А так как после смерти моего брата мама очень сильно переживала за мою жизнь в Лондоне, и у неё начались панические атаки и постоянное высокое давление, в общем она сказала, я к тебе буду ездить часто. Ну и с расчётом того, что мама будет часто приезжать и жить у меня по 2-3 недели, практически через месяц, я стала искать студию, отдельное жильё, где мне не пришлось бы спрашивать даже разрешение у владельца, чтобы со мной кто-то мог проживать. Хотя то, что будет приезжать мама, я его предупредила. Ну и в принципе, так как комната в этом районе стоит 600-800 фунтов в месяц, а студию я нашла относительно дешёвую для Кенсингтона, тысяч я платила без коммунальных счетов, в принципе, то на то и вышло. Я эту разницу отбила тем, что я выгуливала ежедневно собак и получала 300 фунтов в месяц. Этот вариант я нашла на сайте spareroom.com. Я написала владельцу, что заинтересована в его студии и хотелось бы посмотреть. Он мне ответил, что я могу прийти посмотреть в субботу в 12 часов, так как там будет жилец, который съезжает из этой студии, он мне комнату и покажет. Я приехала туда в субботу в 12 часов, даже чуть пораньше, походила вокруг района, посмотрела, какие дома, какой контингент там живёт. Ну, я в принципе, знала этот район. Это было практически недалеко от дома, где я жила с собаками. В 12.00 я позвонила в дверь, но мне никто не открыл. Я позвонила ещё раз, никто не открыл. Я стала стучать в дверь. В итоге мне открыл какой-то сосед, видимо, и я сказала, я пришла на просмотр квартиры, а мне никто не открывает. Ну, он сказал, проходи, попробую достучаться уже в саму квартиру. Я стала стучать. Мне открыл парень, заспанный такой, говорит, ой, сейчас, сейчас, подождите чуть-чуть, я тут приберусь, я проспал и так далее. Ну, ладно, проехали. В общем, пришла я в комнату, посмотрела. В принципе, очень хороших параметров комната. Достаточно светлая, просторная. На первом этаже с широким таким окном, типично английским. Там был шкаф, плита, холодильничек маленький, раковина, шкафчики для посуды, для мусорного ведра. Также там был встроен камин, ну, как камин, место под камин, камина там не было. И вообще во всем Лондоне камины запрещены уже навсегда. Почему он и считался туманным альбионом? Потому что там постоянно топили камины. Сейчас можно использовать камины, только в газовом варианте дрова топить нельзя. Над камином висело огромное зеркало, рядом стоял комод, там какие-то еще полочки были, поликнижные и просто отдельно стоящие полки, плюс столик напротив окна и два стула. Ну и большая двуспальная кровать. Я все это посмотрела и согласилась, сказала, что да, я беру этот вариант. И тут для меня наступил напряженный момент. Он сказал внести депозит 1000 фунтов на его счет. Для меня, конечно, 1000 фунтов это огромные деньги, это 100 тысяч рублей. И просто так кому-то, дядечке какому-то, которого я никогда не видела, перевести деньги 1000 фунтов, я подумала, ну ладно, что делать. На тот момент у меня было приличное количество денег. И я подумала, ладно, если что, через банк разберусь и отобью эти деньги назад, если вдруг меня украдут. В английских банках есть такая подстраховка. И если что, можно обратиться туда и сказать, что у тебя украли. Ну, в общем, как-то разрулить эту ситуацию. Ну или на крайняк уже вообще просто потерять 1000 фунтов. И после того, как я внесла депозит, началась проверка моей личности. Он попросил прислать мне рекомендательные письма, справку с работы о том, сколько я получаю доходов, паспорт, визу, в общем, всю полностью проверку я проходила у него. Я сказала, к сожалению, я не работаю. У меня на счету есть деньги, из которых я буду оплачивать квартиру. Ему нужно было подтверждение, что у меня есть эти деньги на целый год вперед. Или то, что я буду зарабатывать достаточное количество денег, чтобы оплачивать ежемесячно платежи. Это было 1000 фунтов. Плюс коммунальные расходы. Но я на них часто сильно экономила. В общем, прошла полностью всю проверку. Подписала контракт. Все условия договора читала, досконально вычитывала. В общем, обо всем, об этом, как пройти проверку и какие документы надо предоставить, и какие условия договора, я, наверное, отдельным роликом буду рассказывать чуть-чуть попозже. Если вас интересует эта тема, не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить. И после того, как я прошла всю проверку, я практически через неделю после того, как я посмотрела эту квартиру, въехала туда. Конечно же, изначально мне понадобились какие-то вещи, которые необходимо было купить в первую очередь. Например, одеяло, подушки. Там все это было уже в таком плачевном состоянии, что я решила купить себе новый, потому что спать на подушках и укрываться одеялом, которым укрывалось там энное количество людей, я не хотела. Постельные комплекты у меня были свои, так как я перевозила вещи от Моники, помимо того, что у меня были свои чемоданы, которые я из России привезла, я еще после того, как продала дом брата на Стратфорде, пару коробок перевезла к ней и оставила там, получается, на полгода. И вот из этих коробок тоже что-то доставала, какие-то свои вещи, и перевозила уже в Кентингтон. Но мне пришлось купить абсолютно всю бытовую химию, проводить уборку порошок стиральный, тазик, щетку с совком, швабру с ведром, в общем, такие предметы первой необходимости в быту. Кроме того, пришлось прикупить некоторую посуду, допустим, электрический чайник, его там не было, пару тарелок, вилки, ложки, ножи, ну, в общем, все, что необходимо для проживания в квартире. И это все я покупала в Паумленде, то есть за 1 фунт, где-то 100 рублей, я покупала как ведро со шваброй, так и вилки, ложки, ножи, чайник, конечно, обошелся мне там в 10-15 фунтов. Но это, наверное, самая дорогая вещь, которая мне пригодилась в доме. Да, еще настольную лампу я купила за 5 фунтов. В общем, очень дешево можно найти предметы первой необходимости для того, чтобы въехать и спокойно уже начать жить в своем съемном жилье. Помимо этого, я в Паумленде нашла такие разноцветные горшочки и думаю, дай-ка я посажу цветы. Там был огромный такой подоконник на окне со стороны улицы. И я там посадила и расположила свои цветы. Я выращивала герани и часто помидорки туда сажала. Они пошли в рост и стали расти у меня в этих горшках. Когда приезжала мама, мы сначала спали вместе на одной кровати, а потом рядом с домом нашли односпальный матрас. Люди часто выносят на улицу для того, чтобы другие люди могли взять себе в быт. Иногда очень хорошие вещи попадаются. И вот мы такой практически новый матрас нашли. Там, видимо, кто-то продал дом и шел ремонт в доме. Мы видели, что часто выносили вещи, и мы подобрали матрас и притащили его домой. Вот на этом матрасе, когда приезжала мама, я спала на полу. У меня был такой странный, старинный какой-то счетчик, где я должна была вкладывать однофунтовую монетку, когда у меня заканчивалось электричество. И как-то его прокручивать. В общем, вот так вот он выглядел просто какой-то доисторический. Но потом, спустя полгода, мой владелец перезаключил контракт с энергетической или какой-то газовой компанией. И мне поставили новые счетчики, уже более современные. И я пополняла свой счет через интернет. Кстати, да, владелец жил в Бергшире. То есть это графство, находящееся за Лондоном, там, где проходят королевские скачки в Аскоте. И я его практически никогда не видела. Пару раз только он заглядывал ко мне, когда приезжал в Лондон, когда проходил ремонт. У него там в этом доме, ну помимо моей квартиры, весь дом принадлежал ему. И там было огромное количество соседей. На моем этаже жила полячка с молодым человеком. Я не знаю, откуда мы с ней так подружились. А на остальных этажах я даже не знала, кто там живет. Я знала, что подо мной живет женщина с кошками. И, в принципе, кто наверху жил, я так сильно-то и не знала. То есть я видела, какие-то люди заходят, выходят. Может быть, они съезжали, заезжали. В общем, с другими соседями я не была знакома. И у него был на подхвате работник, Амадео его звали, по-моему, итальянец, который еженедельно проводил у нас уборку в общественных местах. У нас была стиральная машина внизу, но я ею никогда не пользовалась. Там как-то надо было тоже платить за то, чтобы она стирала. Фунт или два фунта за одну стирку я не располагала такими деньгами. Я просто собирала все свои постельные комплекты и большие какие-то вещи, которые я хотела постирать в течение месяца-двух. У меня было очень много оставлено постельных комплектов как раз у Моники. И я их просто периодически меняла, все грязные складывала отдельно, чтобы когда была у меня возможность постирать в доме, где я жила с собаками. Там, в принципе, у меня и была стирка. А все свои вещи я стирала вручную практически каждый день. И вот этот хозяин старался поддерживать свой дом в порядке, какой-то ремонт производил. Допустим, у меня он в душе поменял полностью кафель, потому что какие-то протечки шли вниз в следующую квартиру. И у меня полностью обновился душ. Да, в ванной комнате ванна это редкое явление в Англии, поэтому у меня был просто душ и такой вообще небольшой туалет, маленький. Но там было всегда очень холодно, потому что туда был проведен вентилятор с выходом на улицу. То есть у меня практически в туалете и в ванне была уличная температура. Комнатка сама очень маленькая, буквально метр на метр. Я там каждый вечер принимала горячий душ перед тем, как лечь в постель под одеяло. Ну, особенно когда зимой было очень холодно. И помимо этого, когда я уехала в Россию на летние каникулы, он мне покрасил всю мебель в белый цвет, предварительно спросив меня, потому что мебель была очень старая, очень древняя такая, ветшавая. Англичане очень любят вот такой вот стиль. А я люблю современный стиль. В принципе, везде у меня в доме всегда белая мебель. И он спросил, покрасить тебе как-то? Я говорю, да, если можно в белый цвет. Ну, все покрасил в белый цвет. Ну, не он, а его работник. Ну, что мог, то и покрасил. Я, конечно, предварительно сложила все свои вещи перед покраской, выложила все из шкафа, в общем, сделала так, чтобы никто мои вещи не трогал. И чтобы им не приходилось их перемещать с места на место, потому что если я не знаю, где лежит эта вещь, я все, я потерян. У меня всегда, у меня каждая вещь должна лежать на своем месте. Ну, это я так отвлеклась. И помимо этого, он мне еще купил новые жалюзи. Там они все были поломаны. Люди часто не знают, как пользоваться ими. Там надо немножечко так принажать, чтобы начать их уже открывать. У меня мама до сих пор не знает, как их открывать. А я уже научилась в моей последней семье, где я жила, у меня там тоже были жалюзи. И я уже научилась ими оперировать. И, в принципе, когда я съезжала, они не были сломаны. Но такие конструкции ломаются очень часто, если люди не знают, как ими пользоваться. Они просто их дергают и тем самым ломают такую хрупкую конструкцию. Самой огромной моей проблемой, особенно поначалу, было то, что моя квартира находилась рядом со входом. И люди все, которые входили и выходили из дома, по несколько раз за день постоянно хлопали дверью, потому что она была на захлопывающемся замке. И моя кровать стояла рядом с этой стенкой. И я постоянно слышала хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Туда-сюда все ходят, как проходной двор. Это, конечно, очень сильно напрягало. Вообще, в Англии в большинстве домах все стены тонкие. И все абсолютно слышно, что происходит у тебя за стенкой, над тобой и под тобой. Очень часто нас с мамой напрягало хождение. Женщина, видимо, там жила наверху по ночам. Она, видимо, работала по ночам. Куда-то выходила и шла на работу в 2-3 часа ночи и приходила уже под утро, там в 6-7 утра. Мама периодически посмотрела в окно и пыталась вычислить, кто же там живет. Так вот, пока она топала туда-сюда, туда-сюда, если ты ночью проснешься, после этого топанья уснуть было очень сложно. Между Великобританией и Россией разница 3 часа. Мама уже просыпалась к тому моменту, уже у нее было утро, когда у нас была ночь. И она все это слышала, и ее это очень сильно бесило. А так как я спала, мне было все равно. Но вот когда ты спишь, а дверь туда-сюда хлопает, это, конечно, очень напрягало. Потом я уже привыкла. Да, и еще очень напрягали звуки самолетов и свет в окне. Летом по утрам в 5 часов начинает рассветать, и уже глаза не сомкнуть. Даже через жалюзи был виден свет, и он часто будил меня по утрам. И также гул самолетов с 6 утра, хитро уже начинал принимать, и все самолеты как раз шли на посадку через наш район. И постоянно слышишь гул самолетов. Такой просыпаешься и думаешь, ага, уже полетели, значит 6 часов уже. То есть по самолетам можно было сверять время. Ну и про холод, который был в моей комнате во время зимы, я уже рассказывала. Если кто не помнит, смотрите в этом ролике. Так вкратце расскажу. Когда пришла осень, у меня был обогреватель, который сжирал за 1 час 1 фунт. Я старалась его сильно не использовать, только когда уже очень сильно замерзну. Но и тот сгорел. Как-то однажды вечером вспыхнул так, и... Пошла гарь. Я его вынесла на мусорку и стала отапливать радиатором. А радиатор стоил намного дороже. В общем, за полчаса у меня где-то около 2 фунтов уходило. В итоге я поняла, что отапливать за такие деньги такое пространство. Потолки у меня были высокие, метра 4. Плюс к этому в окне был вентилятор, через который выходили все пары. Потому что у меня в этой квартире была плита, и я готовила. И, естественно, от варки и жарки шел пар. В общем, пришлось мне вообще никак не топить. Ну, очень редко я включала отопление. Особенно, когда новый радиатор был. Там вообще 7 футов за час уходило. Я включала просто плиту, и плита у меня хоть как-то нагревала комнату. Но за электричество тоже надо было платить. Вообще, выгоднее, конечно, брать газовое отопление, а не электрическое. И также и бойлер, чтобы был на газу. Тогда траты на коммунальные услуги будут очень дешевые. А если все на электричестве, это в копеечку влетает. Поэтому я старалась экономить по максимуму. Кроме того, у меня был exemption от council tax. Как это сказать? Освобождение от налога на жилищно-коммунальные услуги. Там на вывоз мусора и на уборку придомовой территории. Так как я была студентом. Об этом я тоже буду рассказывать. Как получить письмо в университете и отправить в council на то, чтобы не платить council tax. То есть, вот эту вот оплату на уборку придомовой территории на вывоз мусора. То есть, везде, где я могла экономить, там я экономила. До университета я ездила около часу на автобусах. Тоже экономила. Так как метро в Лондоне стоит в 2-3 раза дороже, чем автобус. Но если я постовала в университет, я, конечно же, ехала на метро. И это занимало у меня полчаса. Жила я в 5 минутах от дома с собаками, которых я выгуливала ежедневно. И за это получала 10 фунтов в час. Рядом со мной находился локальный Сейнсбурри, куда я ходила. Если мне вдруг что-то необходимо было из продуктов. А в 10 минутах ходьбы от меня находился гипермаркет Теско. Где я, кстати, и покупала дешевую еду Reduced, о которой я тоже рассказывала. Если кто не помнит, смотрите в этом ролике. Каждый вечер на продукты, у которых выходит срок годности, снижали цены до 70-90 даже процентов. И я покупала продукты там. У меня мама очень любила ходить туда практически каждый день. Ходила и покупала какую-то еду в Reduce. И мы сразу же ее съедали или готовили. То есть до завтра, когда срок годности выходил, она у нас не оставалась. В центр я могла доехать за 20 минут на метро, за 40 минут на автобусе. И дойти за час пешком. То есть от моего дома до Трафальгарской площади это было около 1 часа пешком. А в 5 минутах ходьбы от меня находился выставочный центр Олимпия, куда я часто ходила на выставки и различные мероприятия, о которых я вам рассказываю на этом канале. Абсолютно все магазины находились в шаговой доступности от меня. 20 минут мне было добираться до Хаммерсмита, где есть и Тики Макс, и Праймарк. 20 минут я ходила в сторону White City, там где есть Уэстфилд. Там абсолютно все магазины существуют. Ну и также в другую сторону Full'ом я ходила 10 минут пешком до продуктового рынка, где я часто покупала дешевые овощи и фрукты, привезенные с английских деревень и ферм. Ну и под конец, когда я уезжала, по контракту у нас была договоренность, что я предупрежу владельца за месяц до того, как я съеду. Я его оповестила об этом. Он попросил меня показывать свою квартиру тем, кто желает ее снять после меня. В общем, так мы нашли нового съемщика и я съехала. После чего я получила свой депозит обратно. По поводу депозита, кстати, многие жалуются, что владельцы очень часто не отдают депозит обратно. Но об этом я, наверное, тоже буду рассказывать в ролике, когда буду рассказывать про контракт, как заключать контракт, так, чтобы тебе потом вернули депозит. И на что надо обратить внимание при въезде в съемное жилье и после того, как ты с него съезжаешь. Ну вот пока и все, что я хотела рассказать про свое последнее жилье в Кенсингтоне. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!